Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с притчами. Камбоджийская притча, она называется «Как старуха продавала тыкву». Жила-была одна старуха, посадила на тыкву, из которой делают звонкострунный CDL. Когда над землей появились два первых листочка, зашел к старухе один человек и предложил продать ему тыкву на корню. Заплатил он вперед один кахапана, это монета, и ушел. Когда появилась зависть, наведался к старухе другой человек и тоже пожелал купить у нее тыкву на корню. «А как же я могу продать эту тыкву?» – сказал старуха, когда она давным-давно куплена. «Когда же ее купили?» – «Когда над землей два первых листочка появились. И сколько же тогда за нее дали?» «Один кахапана!» – «Тогда могли купить только стебель, ведь были видны листья. А плода-то еще и не было. Я же покупаю этот плод и даю за него два кахапана». Обрадовалась старуха деньгам и продала тыкву. Второй покупатель каждый день заходил к старухе и ухаживал за тыквой. А когда она созрела, сорвал ее и сделал содееву. Услышал первый покупатель чарующие звуки музыки, зашел к соседу и спросил. «А где ты взял тыкву для содееву?» «Купил?» – ответил сосед. И продолжал наигрывать. «У кого купил?» – «Да у старухи!» «Значит, ты украл мою тыкву, я давно ее купил!» «Я купил тыкву у старухи и, как полагается, за нее заплатил!» «Как ты смеешь обвинять меня в воровстве?» «Идем к старухе и спросим ее обо всем!» Отправились оба покупателя к старухе. Первый спросил. «Правда ли, что ты продала тыкву этому человеку?» «Конечно, правда!» «Как же ты могла продать тыкву, которую я уже купил?» Стали оба покупателя спорить и ругаться. Спорили они, спорили и пошли к королю. Король выслушал спорщиков и решил. «Первый из вас купил тыкву, когда был только стебелек и больше не появлялся. Он не ухаживал за тыквой. А посему тыква должна достаться второму из вас!» Вот такая камбоджийская притча. Она называется «Как старуха продавала тыкву». Пока-пока, до свидания!